Женя, привет! Ты видела? Там листочки распускаются на улице, уже зелёненькие. Очень хочу на фотосессию. Накрась меня, пожалуйста. Да, Вика, я тоже очень рада. Скоро распустятся яблоньки и будет очень здорово фотографироваться. Сегодня я хочу создать для тебя яркий, но вместе с тем очень нежный и романтичный образ. Для этого я буду использовать цветные тени. Итак, приступим. Для начала мы создадим тон. Для этого мы будем использовать лёгкий тональный флюид с эффектом свечения. Следующим этапом убираем синячки под глазами с помощью консилера. Далее оформляем линию бровей. Делаем это с помощью геля. И потом недостающие участки мы будем подрисовывать карандашом. Оттенок карандаша выбирайте в соответствии с оттенком ваших волос. Далее переходим к скульптурированию. Для этого мы будем использовать оттеночную пудру. Будем делать хайлайтер и румяна. Хайлайтер наносим на все выступающие части. Наносим румяна на яблочки щёк. Несмотря на то, что мы будем использовать несколько цветов, мы будем делать это пушистой кистью, чтобы не выглядело, как будто мы очень-очень долго сильно собирались на фотосессию. Должна быть лёгкость, простота. Для того, чтобы тени легли наиболее насыщенно и ярко, нужно обязательно использовать базу. У меня в этом качестве выступают кремовые тени. Кремовые тени можно наносить как кистью, так и пальчиком. Наносим их на всё подвижное веко. Даже сейчас можно остановиться, просто накрасить ресницы, губы и идти на фотосессию. Но мы продолжим. И дальше мы будем использовать коралловые тени. Коралловые тени наносим на внешний угол глаза. Маленькой кисточкой коралловыми тенями проработаем нижнее веко. Далее используем светлые перламутровые тени. Проводим диагональ от внутреннего уголка глаза в подбровное пространство. Внесём небольшую изюминку, добавим голубых теней в подбровное пространство. Вот сюда. Только обратите внимание, чтобы голубые тени не опускались до внутреннего уголка глаза. Чтобы здесь оставалась вот эта серебристая полосочка. Создавая подобные цветные макияжи, вы можете поэкспериментировать и использовать свои любимые цвета. Зелёный, жёлтый, лиловый. Тот, который вам нравится. Если вы работаете одной кистью, то не забывайте её чистить перед каждой сменой цвета. Осталось затемнить ресничный контур и накрасить ресницы. Губную помаду мы наносим пальчиком. Это позволяет нам добиться очень натурального, естественного эффекта. Даже если яркую помаду наносить таким способом, будет очень-очень красивый, мягкий эффект. Вика, ну вот мы и закончили. Макияж получился довольно ярким, выразительным. Не забываем о том, что фотокамера, она немного смягчает и скрадывает цвета. Поэтому делайте макияж чуть-чуть поярче, чем обычно. Прическу мы делаем максимально простую, лаконичную, очень лёгкую, воздушную. Если сделать её излишне выложенной, кудрой, например, или излишний объём, уйдёте в 80-е годы, будет неактуальный образ. Редактор субтитров А.Семкин